вы смотрите отзыв об отеле султанов сайт этот отзыв был оставлен на просторах интернет путешественником с ником галина ю который был в нем в 2010 году значится так данный отель 1 из 3 в моем турецком бояже в этом году 2 аласа и аспан доски и звезды плюсов салар алания отзыв 3 ганита garden club 5 звезд конаклы алания отзыв цена на отель с 21 по 31 мая 107 долларов в сутки на 1 плюс 2 ребенок 2 12 лет перелет 287 долларов на человека вся поездка на 31 день 118 тысяч рублей или 3800 долларов турагент юля турагент по золотой овен от которой я же сама уже четвертый год и от которой уже ездит кучу моих друзей и одноклассников так как она зарекомендовала себя отлично в разных ситуациях заезд начался ужасно выяснилось что на 3 семьи ехала я с двумя детьми моя подруга с двумя детьми и наши друзья два взрослых мест нет меня чуть паралич не хватил вспомнила тему про шоколадки на ресепшн ха-ха если номеров нет их нет немцы были в той же ситуации видела своими глазами может если бы денег дали не думаю что обошлось до 20 долларами то номер бы нашелся что опять же не факт но треснет у них одно место в общем нам предложили два фэмили рум на одни сутки а потом сказали что дадут нам три стандарта с видом на море или к двум этим фэмили еще один стандарт во первых разделить нашу компанию на два равные части не представлялось возможным никак во вторых посмотрев один из фэмили один этаж темный жуткий наотрез отказались нас хотели на одни сутки пристроить в другой отель на ресепшн говорят только на турецком немецком и албанском мама дорогая я когда услышала офигела мы только на русском ну и по-английски чуток но кое-как изъяснялись спасибо русской немки эмми из германии здорово выручила нас короче после всех бесед мимики жестов и так далее на нас плюнули типа не хотите спите на ресепшн испытали второй шок рядом вопят уставшие дети говорю подруги давай выпросим хороший стандарт сейчас для третьей нашей знакомой со взрослым сыном а нам попросим на сутки фэмили рум пусть напрягутся и поставят нам там шесть кроватей а мы завтра вынесем мозг и на ресепшн и отельному гиду и всяких блага в себе на получаем за доставленное неудобство так и сделали номер стандарт оказался действительно очень хорошим в главном корпусе наш фэмили грянь маленький не в главном корпусе без палитру не найдешь но дети наши были счастливы утром на встрече с отельным гидом джейхуном я в лицах расписала все ужасы вчерашнего дня ругала коралл почем зря типа предлагают отель как эксклюзив и рекомендуем а мы приехали и такая засада тут джейхун объяснил что в такой ситуации бывает не только коралл но это я в общем-то и сама знаю чай не первый день на сайте и не все тут зависит от тур оператора кстати на следующий день видела как возмущались гиды немецкого туроператора к и когда у них была точь-в-точь такая же ситуация как наша я в это время меняла наш фэмили на два стандарта джейхун сказал что даст нам бумагу чтобы мы описали все он передаст это в центральный офис корала я честно была сильно удивлена этим предложением после инфококтейля гид разговаривал на ресепшн с администратором в итоге мы получили отличные два номера рядом на втором этаже главного корпуса с видом на море сейф бесплатно правда ради мысли про сейф я донесла до джейхуна сама с этого момента неприятности закончились но сутки коту под хвост но теперь перейдем котелю единогласно с подругой решили что для нас этот отель явно перебор необыкновенно хорош за ту сумму за которую мы его купили сам отель состоит из трех корпусов основное здание как бы из двух корпусов соединяющихся только через ресепшн хотя с виду кажется что это одно целое и третий корпус который также соединен переходом на этаже l ресепшн но он как бы отдельно стоящее здание с меньшим количеством этажей и тоже минус два ресторан всякие разные магазинчики два выхода в разные стороны к бассейнам релакс и остальным трем игровая комната минус один спа-центр хамом баня тренажерный зал дискотека туалеты автоматы стенды тур операторов l ресепшн лобби бар магазинчики золото и кожи комнаты начиная с номера 1100 и 2100 главный корпус первый этаж два три четыре пять комнаты художник рисовавший картины для отеля тоже под стать архитектору здания картины мягко говоря странная один день жила в корпусе 3 номер 3418 третий корпус 4 этаж и чтобы попасть в номер я умудрялась обойти весь отель и все этажи в поисках своего номера про оторвать руки архитектора уже писала в недостатках отеля есть еще бунгало номера 4100 они находятся между амфитеатром и баром при нем и детскими площадками на фотографиях у них такие треугольные крыши номер номер обычный без изысков один кровать двуспальная плюс один односпальная кресло журнальный столик два тумбы прикроватных стол письменный стул еще один столик типа журнального в коридоре шкаф большой с полочками ура жк телевизор чайник с чашками сахар чай кофе пополнялись ежедневно 1,5 литра воды ставили каждый день санузел обычный хорошо что душ не прикручен к стене его можно было и снять и прикрепить как сверху так и снизу мой номер номер моей подруги немного другой предбанники двухирусная кровать потом идет отдельный комнаты коридор справа шкаф слева туалет затем большая комната питание офигеть чтоб не так жить и не надо мне говорить что я просто ничего лучше не видела да за эти деньги я лучше ничего не видела завтрак сыров видов 10 не соврать бы джем и варенье тоже что-то очень много минимум восемь халва изюм курага инжир хлопья видов 68 консервированные фрукты типа из компотов тоже по четырем пяти видов горячее молоко чай лифтом всяческий кофе оладий омлеты через день никаких очередей хотя отель заполнен под завязку фрукты на завтрак яблоки вторых видов апельсины слива вы кислятина а его тоже дрянь жесткая но может это на любителя стандартно овощи маслины оливки их не колбаса два вида сосиски йогурты и творог я их не ем поэтому о качестве и вкусе ничего не могу сказать обед обязательно курица жареная без овощей рыба или филе или хорошие такие добротные кусочки 2 3 вида их них котлеток с овощами или без сама не ела но говорят что вкусные салаты обычные без изысков фрукты повторяются те же что и на завтрак плюс иногда бананы гарнира очень вкусные и рис и макароны и картошка при без которой моим детям и еда не еда супы это пес дня очень вкусные ужин обязательно на улице готовит 2 3 вида горячих блюд это и рыба и шаурма баранина на вид прям подошва но вкусно а уау и кусочки филе курицы на гриле и котлетки не соевые на гриле и так далее и тому подобное на улице резали на ужин арбуз и дыню наконец-то с первого дня наупилась арбузов сладкий стол на ужин это нечто но самое главное что мы к нему за сладеньким так ни разу и не подошли не е-е-е-е эклеры налупились в первый день и харес только жрать короче для нас слишком много и слишком вкусно 3 4 торта офигенского вида эклеры всякие разные каждый день безе ну и местные сладости окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео в описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель в нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели пожалуйста обращайтесь всегда рады вам помочь